Дамы в кринолинах, смущающиеся девушки, галантные кавалеры, нарядные детишки, в глазах пестрит от орденов и медалей. Мы не на очередной экранизации войны и мира. Мы на гусарском балу, посвященном Дню Защитника Отечества в Центре социальной реабилитации несовершеннолетних Красносельский. Начинается Дню Защитника Отечества. Это мероприятие называется «История прошлых лет». И ребята покажут свою композицию для ветеранов войны, поздравят их с этим праздником, пожелают им добра, счастья, здоровья. А в конце этой композиции объявлен будет гусарский бал. Созданная воспитанниками Центра при помощи хороших друзей Красносельского ансамбля реконструкции исторических танцев вензеля Александрине композиция получилась торжественной, искренней и на удивление профессиональной. Временем грядущим встречает яркий свет. Нас на подвиге ведущий – свет не меркнувших побед. Вновь знамен зарею алой начинается восход. Над полями ратной славы солнце памяти встает. Чтобы погрузить присутствующих в обстановку времени, было проведено костюмированное дефиле, рассказано о манерах, принятых на балах того времени, о моде и этикете. Через костюм раскрывалась эпоха. Бальное платье уездной барышни, прикурившей в первую пистолетию на свой первый бал. И обратите внимание на свет этого туалета, девчонки, посори, и посмотрите, как модная эпоха Вильямаев позволяла барышню рассветить огромное количество отделов, бальников, ленточек, гурюши. И, конечно, кульминацией всего вечера был сам бал. Бал Гусаров стал не просто костюмированным действием. Это была масштабная патриотическая акция. В ходе подготовки к празднику дети изучали историю войны 1812 года, смотрели исторические фильмы, изучали историю костюма. Редактор субтитров А.Семкин